Друзья, у нас уже на связи. Я хочу представить Московский государственный университет пищевых производств, ВУЗ, который внедряет передовые практики и вкладывается в развитие своих студентов и преподавателей. И сейчас с нами на связи проректор по учебно-воспитательной работе Бигбулатова Альбина Ахатовна. Она расскажет об одной такой из практик по индивидуальных образовательных траекторий для студентов. Альбина Ахатовна, очень рада вас видеть. Добрый день, уважаемые коллеги. Для нас большая честь выступать перед столь уважаемой аудиторией. И сегодня я бы хотела поделиться о том, как мы перестроили образовательный процесс, как мы взаимодействуем на сетевой основе с нашими партнерами, с крупными предприятиями, с малыми предприятиями. И какие новые законодательные инициативы, утвержденные уже Миноборнауке России, позволили нам это сделать. Если можно, включите, пожалуйста, презентацию, либо откройте мне возможность демонстрации экрана. Хочу сказать, что вузу нашему 90 лет, и мы готовим не только технологов пищевого производства, мы также готовим ветеринарных врачей, мы готовим ветсанэкспертов, мы готовим специалистов области IT-технологии, робототехники, механизации. И с приходом ректора нашего Михаила Григорьевича Балыхина мы совершенно по-иному пересмотрели образовательный процесс. Прежде всего, мы пересмотрели количество лекционных занятий. И в пандемию нам пришлось, в принципе, пересмотреть и способ их реализации. То есть, если раньше мы большое время уделяли все-таки контактной работе очной, то сейчас мы поняли, что лекционные занятия – это тот вид занятий, которые можно вынести в онлайн-пространство. И, как вы знаете, президент объявил, что сейчас можно реализовывать программы 2 плюс 2 плюс 2. Это когда студент может в процессе обучения выбрать свою индивидуальную траекторию. Но это не только про смену трека, а это скорее про индивидуализацию образования под задачи бизнеса и под, собственно, желание и способность самого студента. Для нас это крайне важно, и поэтому мы совершенно по-иному пересмотрели организацию образовательного процесса. Можно следующий слайд. Что хотелось бы отметить. Вот за последний год Миноборнауки приняли три ключевых закона, приказа, которые позволили в существенной мере изменить подходы к реализации образовательного процесса. Первое, что было сделано – это принят закон по сетевому взаимодействию. То есть о том, что сегодня ВУЗ может совместно как с бизнес-партнерами, так и с научно-исследовательскими институтами, так и с другими образовательными организациями выстраивать сетевые образовательные программы. Мы очень много над этим работали и ранее, до получения вот такой законодательной уже разрешенной основы. Поэтому у нас есть несколько магистрских программ, которые реализуются совместно с питанием, с ФНЦ. Значит, дальше вторая инициатива – это закон о практической подготовке. То есть сегодня мы имеем право часть дисциплин или ряд практических занятий реализовать на базе предприятий конкретных комплексов. Это тоже очень важно, потому что раньше требовалось включение в лицензию этих площадей, сегодня этого не требуется. То есть мы прямо в учебном плане прописываем, какие дисциплины или какие практические занятия мы будем проходить на каком предприятии. При этом этих предприятий может быть много. То есть если вот мы готовим ветеринарных врачей, то это могут быть разные предприятия, и мы тогда мелкими группами ребят распределяем на освоение этих дисциплин. Ну и ключевое, что подтвердило наш правильный путь в реализации индивидуальных траекторий, это на прошлой неделе был принят 144-й федеральный закон, который позволил присваивать одновременно две квалификации при освоении одной образовательной программы. Ну, наверное, все, кто получали образование чуть раньше, для них это не новость. Помните, были инженеры-технологи, инженеры-экономисты. И вот сегодня появилась законодательная возможность присваивать сразу две квалификации. И мы, ну, зная тренды, которые и те вопросы, которые обсуждаются на уровне министерств и вузов, этот проект запустили еще в прошлом году. Вот, в принципе, это модель нашего университета, как мы взаимодействуем, почему здесь есть государство, потому что мы являемся исполнителями ряда таких серьезных научных исследований по государственному заданию. Мы работаем с ними, мы работаем с предприятиями, мы работаем с образовательными организациями, со школами, с колледжами и реализуем несколько крупных федеральных проектов на базе своего университета. Эти проекты связаны не только с профессиональной подготовкой, но и с развитием, так скажем, soft skills и future skills. То есть вся подготовка у нас делится на подготовку hard-off, да, это профессиональная подготовка, это софты, это умение адаптироваться в команде, входить в команду, это развитие предпринимательских навыков, управленческих навыков. И это future skills, это все, что связано с цифровизацией. Сейчас на базе университета разрабатывается отдельная программа по цифровизации. Вот здесь вот укрупненно представлена модель подготовки специалиста в университете. Ну, мы много работаем с колледжами, поэтому у нас много ребят, которые уже имеют практическую подготовку, они выпускники колледжей. Мы даем возможность встраивать в учебный план модули индивидуальных траекторий. Эти модули индивидуальных траекторий, они формируются совместно с бизнесом. Я чуть больше об этом скажу. И ключевое, что мы готовим выпускников по трем траекториям. Первая траектория – это, конечно, для предприятий, для того, чтобы они уходили и трудоустраивались на предприятие. Вторая траектория – это мы готовим ребят для научных исследований, то есть это такие исследователи, люди, которые могут работать либо в РНД-центрах предприятия, либо они работают с наукой, потом идут с научно-исследовательскими институтами, поступают в магистратуру сетевую с ней и идут в аспиратуру, развивая дальше научную составляющую. И третий блок, и, наверное, он сейчас становится таким очень массовым и крайне востребованным, это подготовка предпринимателей, то есть это подготовка команд, которые могут либо прийти со своей идеей в компанию, либо могут сами создать свой бизнес, собрать вокруг себя команду людей и развиваться в этом направлении, потому что мы видим запрос на рынке на подготовку именно таких ребят. Следующий слайд, пожалуйста. Вот я уже вижу, да, вот как, в принципе, был организован процесс в прошлом году. Ну, в прошлом году, в прошлый год для нас был крайне тяжел, потому что была пандемия, и мы крайне мало видели своих потенциальных абитуриентов в очном режиме, и в основном работали в онлайн. Это, конечно, тоже был такой стрессовый сценарий, но я хочу сказать, он очень много, многие его рассматривают как негативный, мы рассматриваем как позитивный, потому что вот это время в пандемии нам позволило, а, усилить материально-техническую базу, потому что у нас до этого были договоренности с бизнесом, и мы, ну, всех приглашаем в наш университет, вы действительно увидите, что такое университет-предприятие. Б, мы развили свои электронные сервисы, у нас абсолютно все образовательные программы, они имеют подложку в онлайне, то есть мы можем часть освоения программ, которые не связаны с получением практических навыков, с теорией, да, с изучением теоретического материала и взаимодействием с лекторами, вынести в онлайн пространство, и мы, по сути, позиционируем себя как вуз-предприятие, где мы готовим практических, даем сильную практическую подготовку, и подаем практические навыки. При этом не менее важно, что мы работаем с бизнесом и на территории бизнеса тоже осуществляем эту подготовку. Вот с Людмилой Юрьевной мы познакомились на прекрасном проекте с компанией Черкизова, который был ей инициирован. Он многофакторный, он включает как раз все три составляющие, то есть у нас есть и практическая подготовка. Мы готовим исследователей, это умник Черкизова, это конкурс, который был объявлен по всей стране. И не менее важно, что Черкизова выступает партнером в модуле индивидуальных траекторий, дает наставников для того, чтобы мы могли ребят проектировать на конкретные трудовые функции под то рабочее место, куда мы готовим этого выпускника. Ну и крайне важный проект – это подготовка, конечно, педагогов, потому что сейчас так стремительно развиваются все технологии, что большинство наших педагогов, они не понимают, как устроен бизнес, поэтому мы все учимся одновременно, я бы даже так сказала. И как выстроена подготовка? У нас есть сквозные обязательные дисциплины, и, в принципе, первые полтора года все ребята получают примерно одинаковую программу, там только добавляется несколько профессиональных дисциплин. Это позволяет через два года понять им, если они выбрали не то направление, они могут его поменять. Параллельно с этим, при этом вот эти сквозные дисциплины, они обеспечивают формирование, опять же, трех составляющих. Параллельно с этим мы запускаем конструктор индивидуальных траекторий, и весь сентябрь ребята знакомятся с модулями индивидуальных траекторий. Это дополнительный бесплатный модуль, который состоит из большого количества часов, которые можно соотнести с переподготовкой, которые они могут выбрать на первом курсе и, начиная со второго курса, осваивать дополнительно к своей программе. При этом они могут менять также набор в индивидуальных траекториях. Это такая вот программа, которая позволяет, а, с одной стороны, получить мультикомпетентностного специалиста, да, то есть он получает две квалификации. С другой стороны, в зависимости от того, на какую траекторию личностного развития студент ориентирован, он может понять, а что же ему хотелось бы сильнее прокачать. Следующий слайд, пожалуйста. Здесь представлены наши институты, я не буду на этом останавливаться. Презентация будет доступна, можно посмотреть. Вот мы перестроили, единственное, что скажу, мы перестроили полностью организацию и подходы к образованию. У нас отдельные институты, они достаточно автономные. Мы сделали единый беканат, который работает со всей бумажной рутиной, и институты, и кафедры, они занимаются непосредственно взаимодействием с бизнесом, с научными исследованиями, с воздоговорными работами. То есть мы постарались все непрофильные работы, связанные с образованием, наукой, взаимодействием с бизнесом, убрать в отдельный бэк-офис, который занимается рутинными операциями, анализом ведомостей и прочее, прочее. И воспитательная работа осталась также в институтах и на кафедрах. Следующий слайд, пожалуйста. Да, и вот как мы перестроили сентябрь, хочу сказать, что действительно, да, можно перериснуть следующий слайд. Поскольку все сидели на пандемии, мы поняли, что если мы сейчас первокурсников приведем в университет и посадим за партой, они опять будут изучать математику, физику, химию, то, наверное, у них не будет такого вот позитивного понимания, что они пришли в команду. Поэтому весь сентябрь у нас происходит такое знакомство.